Жителям подтупленных сел в Восточном Казахстане потребовалась помощь психологов. За консультацией обратились 17 человек. Большинство из них не могут самостоятельно справиться со страхом и тревогой. Некоторые жители Айагутского района стали возвращаться в свои дома. Спасатели и коммунальщики и силы гражданской обороны пытаются восстановить смытые мосты и откачать воду из дворов и домов. В Усковиногорске остановить паводок помогло резкое похолодание. Но жителям, чьи дома подтопило, от этого не легче. Вон, всё отвалилось. Воды сколько было. Пенсионер Александр Вавилов подсчитывает убытки. Соленье, варенье, овощи – все запасы в погребе испорчены. Там до сих пор вода. Но это полбеды. Это спальня детская была. Вот, посмотрите, тоже всё. Всё поотвалилось здесь. Обширил. А это пристройка шлаковая. Теперь я не знаю, что будем делать, как сушить. А Нурлан Кабанбаев вообще не может попасть домой. Двор заледенел. Он вынужден ютиться у знакомых. По его словам, строение восстановлению не подлежит. Смысла нет, наверное. Легче другое покупать или здесь строить. Опять же, это силы, нервы, средства. А этого пока что нет. Может, будет какая-нибудь помощь от Акимата, не знаю от кого. Помочь пострадавшим обещал Аким восточного Казахстана. Он второй день объезжает подтопленные сёла. Горожане отказываются покидать отсыревшие дома, хотя их готовы приютить в нескольких пунктах помощи. Мебель вся пострадала. Всё мокро. Кресла, диваны, матрасы на кровати, шифонере. Считаю, вот так вот всё мокро. Это сейчас высохнет. Они все расползутся. Самая тяжёлая обстановка по-прежнему в Аяговском районе. Вода понемногу отступает. В свои дома сегодня вернулись 260 человек. Но ситуация может повториться. 15-16-го также ожидается выпадение обильных осадков в виде мокрого снега и дождя, что может привести к выходу ручьёв из-за обильного таяния снега. Жители Усть-Каменогорска же опасаются за качество питьевой воды. По их словам, грязная вода могла попасть в колодцы. Однако, с Киминводоканал заверили, что следят за ситуацией. Антон Сергеенко и Кирилл Ефремов. Информбюро. Усть-Каменогорск.